Промариновав специи. Идеально это черный перец, горошек и соль. Но если мясо вам возможно дает посторонний запах, можете добавить еще любимые травы или специи. Но специи при приготовлении на сковородке будут гореть. Я делала со специями, но поняла, что специи и чеснок на сковороде горят. И в последнее время я готовлю просто так соль и натуральная перепелочка. Так как перепелочка кормлена на наших домашних кормах, в рационе присутствует... Как говорится, взял. Взял, то это целая курочка. Целая курочка забил, если на мясо, так ты хоть и сварил, то можешь 2 человека наїстися на ней бульон. Вот это, наверное, на 4-5 литров воды будет бульон с такой курочки. Вот. Если ты там обвалку сделал, мясо снял, так ты хоть мясо снял, або запек. Так можно 2 человека наїстися. А что этими горобцями 200-граммовыми? Ну что, можно наїстися 200-граммовыми? А затраты одинаковые. Что из этой перепелки затраты? У меня пиде корма, света, обогрева, ухода. Работа инкубатора одинаковая. Одинаково. Такие одни умеют считати свои гроши, а другие... Вот и все. Вот такие суп. Борщ. Можно сказать зеленый борщ, можно сказать овощный суп. Я приготовила. Деемся на яйца. Вот, видите, видите, как хорошо. А то сколько бы у меня занимало времени. Яйца отваривать, потом их чистить, потом их нарезать. Но есть такая сеточка, можно через сеточку. Потом вот тут они все плавают. Можно и так. Видите, это перепелиные яйца. Видите, перепелиное яйцо. Даже можно, чтобы и не закипали. Просто в горячее бросить. Суп все равно же горячий. И за это время, даже минут десять в горячей воде все там доварится. Вот такая картина получилась добротного супа с перепелиными яйцами. Ну и так, если насыпать себе в тарелочку, то он более прозрачный. Кто их любит, ребята? Просто, как экономия времени. Для меня, вот, как экономия времени. Плюс, если сделаны маникюры, яйца чисты, все равно нарушается ногтевая пластина. Да и так, если у меня сейчас нема нарощенных ногтей и время, то все. Все вместе взято. Так что, я думаю, заработала Лена у вас. Лайк от вас, девочки, мои хозяечки и мужчины, мои зрители. Все уже от вашего взаимообмена. Хочете, поставите. Хочете, не поставите. Ну, на вкус, конечно, это будете знать. Я ее уже пробовала. Вот так, капуста. Но пахнет вообще. Кошки дуриют. Все пахнет. Кошки тут боксом занимаются. Борьбой у меня на кухне. Вот. Ну, в общем, бульон наполовину. Тут бульон наполовину перепелиный, а наполовину вода. Ммм. Сметани бы сюда. Ну, сметани нам надо будет купить. Вкусный. Сейчас насыплю себе тарелочку такого борщика, положеною. Мясо я истине буду. Мясо уже завтра. И на сковородочке я пиццу шила. Вот такие вот хлебушек. Чуть-чуть пиццу шила, чтобы не над борщом, чтобы не накрошить туда крошки. Вот. И с вот таким вот хлебчиком таким. Хрумким. Хлеб целищно я пичу не на химических дрожжах, на закваске. Делаю закваску сама. С мая 2018 года у меня своя закваска. И борщ, будем говорить, я приготовила все тут из того, что выросло у меня на огороде и у меня на хозяйстве. Яйцо с хозяйства, мясо, то есть отварився перепел. Все овощи, якие я выросла. Картофель, батат, капусту, петрушку, цебулю, морковку. Вот. Ну, воду. Воду, конечно, взяла из системы очистки воды. Спринха, очищена вода. И что? Газ. За то, что надо заплатить системе. С системой бороться не получается. Вот. За газ или электричество. Вот. Ну и соль. Соль без нее никуда. Соль все равно покупать надо. Вот так, ребята. Я думаю, если бы не та капуста, я бы туда добавила... Вот у меня от винегрета остались баночки проквашеные огурчики. Вот. Вот. И я так думаю, я бы туда замесь капусты чуть-чуть припассировала огурчики. Или даже если была бы капуста, но вместо щавеля, кваска, я бы туда вот огурчиков квашеных припассироваю для такой слегка кислоты. Ну, кто як любе. Кто любе сладкое, кто любе... Кто як любе. Так. Ну все. Мене приятного аппетита. Ну и вы, если трапезничаете. Вот. Тоже вам приятного аппетита. Всем всего наилучшего, добра, благополучия, благоразумия. И чтобы у вас и у нас всегда были вот такими большими кастрюлями, сковородками, емкостями, сытно, прекрасно и здорова пища. Сейчас Ольга разберется с целью перепилкой. Она насыпала себе борщик. Той, что мама заварила супчик. Винегрет. Винегрета, ребята, что осталось? Вот я тоже винегретик ем, доедаем. Ну, Николаевна. Сейчас мы их лепсушим еще. Чтобы я что-то показала. Я не хочу, чтобы ты показала. Будешь естить перепилку, я в линам ничьей не буду естить. Ну, я буду, конечно же, буду. Ну, убачим. Я хотела бы, знаешь, чтобы ты сделала. Хорошо. Ольга, ты думаешь, у меня миллион памятей есть? Подожди, стоп. Оцю штуку оторви. Вот. Оцю штуку оторви. Оцю, чтоб он натер собі. З курицей. Так подожди. Там нема там нічого. Ольга, оторви її. Дай Азі. Господи, там нічого нема. Шкурка там не хватает. Та, ну куда ты уже много рвешь? Отдай Азі шкурку. Бери її вот так сделай. Не даешь по-человечески поїсти. Ну, так показай, что там действительно мясо было. Вот. Сейчас скажешь, что не так круто. Крути, как крутишь. Ну, здоровый кусок. Ну да, покажи просто, что який шмат грудин есть. Можешь ее оторвать, ту грудинку? Оторвала. Разверни. Вот. Вот. Вот такий кусочек мяса. Так став. А тепер ляшку можешь оторвать? Отак, кажется, бедро. Я так хотела поїсти. Смачно. Ты мне так оторви, так оторви. Вот. Яка ляшечка. Вот так, так, так. Хай будет. Вот так. Хай будет ляшечка. Вот. А тепер ей еще раз верни ту ляшечку. Вот. И таки ляшечка. Он дает мне кусочек мяса. Я съем. Подивите. Видите? А кем вам одно вкусное мясо? Все. Приятного тебе аппетита. Кушай косточки. Один и давай. Я их сважу. Две мяса по тарелке. По столу. Ой, как оно вкусно. У нас без ничего. Без ничего. Без чеснока, специй. Просто на воде. Да. И что, что тебе хочется. Вот. Выбирай в тарелке все, что тебе хочется. Все. Приятного аппетита. Да что это счетчик-то работа. Ну, это последствия лакдауна. Ау. Горячок. Капец. Крещите все. Ау.